Советский Союз был одним из мировых лидеров лёгкой промышленности. Однако в 90-е годы эта отрасль российской экономики резко пришла в упадок. Тогда на рынке появилось большое количество дешёвых товаров из Китая и Турции. А затем торговые центры страны заполонили западные бренды. При этом полностью отсутствовала поддержка отечественной лёгкой промышленности. Из-за этого, например, объём производства тканей снизился почти в 5 раз. Выправить ситуацию помогли комплексные меры господдержки, проводимые последние 20 лет. Например, федеральные субсидии, компенсирующие до 70% затрат на погашение процентов по кредитам. А также субсидии на производственные расходы и лизинг-оборудование и льготные кредиты. С помощью этих мер к 2016 году наметился устойчивый рост объёмов производства лёгкой промышленности. Так, доля ткани российского производства для изготовления спецодежды составила порядка 40%. В течение последних пяти лет ежегодный прирост в лёгкой промышленности составляет в среднем 7%. А по итогам 2022 года производство текстильных изделий выросло почти на 8% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, ежегодно запускается большое количество новых предприятий. Так, в 2022 году в Ивановской области открылась крупнейшая в России фабрика по производству трикотажа. На сегодняшний день предприятие «Унтекс.Родники» выпускает 75% российского трикотажа. Кроме того, фабрика обеспечила работой более 500 жителей региона. Хороших вам новостей!